привет народ ну выбрался я в очередной раз в лес в горы горы предгорье погуляли с товарищем то бишь с нером вышли с самого утра немного пошарились по лесу ну естественно проголодались и поэтому у нас с вами паек новенький литовский паек и за что огромное спасибо нашему инкогнито мира привет в очередной раз прислал паек ну размерчики у него 14 на 22 и толщину 5 сантиметров пластик такой мягкий тянущийся очень сильно напоминает американские марии примерно даже по размеру такого же размера весом 670 грамм ну и килокалорий здесь тысяч 1486 килокалорий годен до конца этого года не сказано когда произведено неизвестно когда сколько срок годности у него но примерно не меньше года это точно для открывания присутствует вот такой надрыв чик открываем и вынимаем отсюда основное блюдо это такая картонная коробочка посмотрим что с ней в ней будет чуть чуть дальше дальше вот такой зиплоковский пакетик которым абрикосовый джем ну и всякие остальные вкусняшки тоже посмотрим попозже печенье галетное арахис или что-то они миндаль миндальные орешки такой листочек какой-то наверно а это пластинка вот разогревателя ну и ништячки типа ложки сухого горючего и спичек ситро не знаю почему ситро но как-то так итак смотрим что у нас в основном пакете с основным блюдом как-то наверно вот так так картонная коробочка собачий корм упаковки 240 грамм ну и есть у нас беспламенный разогреватель даже с инструкцией инструкция инструкция да инструкция ну инструкция понятно идет в сад беспламенный разогреватель даже запаян чтобы влага не попала ну мы уже знакомы с таким разогревателем мы уже и в китайском ели когда ели паек китайский использовали его и еще где-то использовали так открываем располагаем поглубже ухты его припаяли немножко припаяли 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 ну ладно вот поглубже и туда же помещаем наше блюдо по размеру она практически во всю длину блюдо берем водичку кстати очень нравится вот такая вот фляга из пластика по моему швейцарская фляга м что-то там то ли 39 то ли что-то такое как же вот есть у них они то котелок м39 это м84 по моему открываем и заливаем водичку пропитался разогреватель намного впитал воды кстати он большой здесь начинает шабуршать здесь есть такая клейкая лента специально для того чтобы вот так вот подклеить так ну а пока греется блюдо давайте рассмотрим что у нас здесь есть еще например вот в этом кулечке так ну как я уже говорил абрикосовый джем наверно 20 грамм шоколад сколько тут 36 грамм шоколада кстати из двух плиток состоит такие две плоские плитки ухты натурал инстант кофе нифига себе прикольно я так подозреваю что витамин c с и написан то orange instant dry drink извиняюсь английский проходил только в школе по коридору проходил витамин c ну наверное энергетический какой-нибудь напиток с витамином c как бы небольшое описание сколько всего граммов и сколько чего содержится так с этим разобрались зиплоковские кулечки прикольная вещь так печенюхами тоже все понятно миндальные орешки тоже понятно вот давайте еще пока разберем что вот здесь так ну с этим мы разобрались это цитрусовая салфетка для обеззараживания рук сухое горючее вот так вот выглядит представьте на один прием пищи это кстати если я не сказал этот паек рассчитан на один прием пищи вот и это у нас меню номер пять вот то целых три кусочка конечно и поменьше чем наши но три кусочка сухого горючего вот такие вот голубенькие спички вот с таким вот сетчатым черкашиком ну кому интересно вот что на них написано так ну и так вот интересно сложенный ну на инструкции вот так вот нарисовано что его надо сложить таком вот видим жестянка именно не алюминий не что-то там не знаю именно жесть вот самая дешевая жесть а вот такая вот не знаю пружинище наверное как для одноразового то пойдет в нашем рп вот таганочке вот такого плана это жесть как-то не пружинище сталь она раз и сразу вот так складывается а здесь именно как каленая не каленая вот ну ладно ну и есть вот такая вот стяжечка чтобы наверно верно все потом сложить сюда и утянуть его хотя не знаю для чего еще она может блюдо в принципе разогрелась осталось поставить вот нагреть чай или что это у нас будет кофе попробую это сделать на стандартном их ним их ним горючим и их ними спичками чтоб потом не говорили что спички у нас не такие поэтому она не загорелась ну когда ветра нет то вроде как даже загорелась наливаем водичку так отодвигаем ставим в сторонку закрываем ветрозащиту ну и приступаем же наконец-таки к блюду не забываем перед завтраком обедом и ужином мыть руки а там где негде их помыть вот применяем такие влажные салфетки здоровые нетканый материал как бумага рвется между прочим пахнет приятно лимончиком ну спирта здесь нету поэтому не уверен что она обеззараживает а так просто вытереть руки тоже можно достаем приступаем открываем благо есть вот такие вот открывашечки и и что же мы видим не знаю какой-то брикетик в подливке напоминает кусок мяса практически как тушенка ребят специально для этих целей взял чтобы вам показать потому что вот вот отсюда что я вам покажу короче кушать отсюда удобно и так что я имею вам сказать хорошее мясо скорее всего свининка хотя может и говядина такой волокна жесткие блюдо очень много масла не жира именно масло тушенка ништяковская сказать что здесь за овощи абсолютно не могу ну попадаются конечно небольшие такие кусочки морковки чего-то длинненькая наверно перец болгарский все остальное перемолотая консистенция не пюре не паштет на я какая-то именно перемолотая такая кусочками мелкими кстати печеньки то без галеты похожая пачка была в польском пайке но она там была из двух печенюшек их по моему было две пачки а здесь все 45 печенюхи здоровые в одной пачке твердая печенька пресная с вкраплениями укропа ну чё кстати вот так вот полноценненько ну что ребят с первой попытки у нас ничего не получилось кофейком ну как ничего не получилось кроме дырки скатерти пропаленной блин так начало пылать пытался убрать все горячее даже фольга ну короче авария ну Субтитры создавал DimaTorzok Все-таки удалось нам разогреть водичку. Ну и открываем наш кофе. Так, смотрим. На вид обычный растворимый, не знаю, кофе какой там у нас пьют. Я просто не особо по кофеям вот этим растворимым. Да и нерастворимым тоже. Ну, в общем, растворимый кофе Escafé. Вот только, блин, засада ложечки нету, нечем вытереть. Пока грели кофеёк, чуть лавочку не спалили. Блин, опасная очень эта печка. В общем, тут спалили, тут чуть не спалили. Короче, не понравилось. Ну и давайте кофейку лопанем джема с печеньями. Джем, абрикос. Джем как джем. В принципе, консистенция очень даже очень. Плотненький такой. Сладкий и где-то очень даже приятно нам отдает абрикосам. Насчет того, как его кушать с печенюхой, а не знаю. Потому что печенюха с укропом. Попробую, конечно. Нет, не то. Значит, просто так. Но джем классный. Кофеёк. Да не знаю. Кофеёк как кофеёк. В общем, кофеем пахнет. Такой горьковатый вкус. Да нормальный кофеёк для сухпая пойдёт. Ну и напоследок. Что? Напоследок надо попробовать. Орешков и шоколадку. Шоколадку можно вот ещё с кофейком допить. Такая вот довольно оригинальная шоколадка. Два кусочка шоколадки абсолютно одинаковых. Ну попробуем, конечно. Ну, не горький шоколад, но и не молочный. Что-то примерно 50 на 50. Довольно неплохо. Именно сладенько. То, что доктор прописал калории под ними. Ну и всё остальное. Так. Миндаль. В основном цельные орешки. Не разломанные. Аккуратные. Никакие-то орешки их не грызли. Миндаль вызревший. Не горький. Однозначно. Потому что бывает, бабушки на рынке продают миндаль. Жесть просто они миндаль. Его есть нельзя. Ну как, его ешь. Он куда-нибудь там идёт в выпечку. Ой, мухи эти достали. Вот. Но. Горьковат. А вот этот очень хорош. Во. Класс. Есть у нас 30 грамм вот такого вот напитка. Как я уже говорил. Оранж или что-то в этом роде. Короче, энергетический напиток с витамином С. Ух ты. Действительно, как оранж. По цвету, надеюсь, видно. Нигде не написано, сколько воды заливать. Но написано, что годен до начала 2010 года. Зальём грамм 200-300. В холодной воде, конечно, растворяется не очень. Но аромат апельсина слышно уже даже аж сюда. Короче, юпи подобная фигня. Не знаю, насколько она полезная. Потому что есть в наших пайках, в российских, по крайней мере, такая ерунда, как адаптон, адаптофит. Ну, короче, там целая грядка этих тегтам. Они полезные, с вытяжками из всяких разных ягод. Благотворно влияющие что на здоровье, что на зрение. В принципе, вот, практически растворился весь сахар. Пробуем. Да. Так и напиток оранж. Вот, только без газюлик. Так, общие впечатления от данного сухпайка литовской армии положительные. Основное блюдо вкусное, в меру жирное, в меру солёное. То есть, ну, в основном это мясо. На процентов 80 даже мясо. К основному блюду претензий нет. Разогреватель, кстати, кстати, по поводу разогревателя и вообще вот всего вот того, что здесь горит, греет и поджигает. Отменная комплектация. Смотрите. К основному блюду идёт беспламенный разогреватель. Разогреть можно практически в любое время года. Снег, снегом, вода, водой, там, не знаю что. То есть, разогреется. Но при этом, при всём, есть ещё и сухое горючее в количестве трёх таблеток. Есть таганок. Паршивый, правда, таганок. Но он есть. И есть целый коробок спичек. Класс. Где бы такое найти? То есть, если на завтрак, обед и ужин, то у тебя целая охапка сухого горючего. Три коробка спичек и тому подобное. Дальше. Всякие вот эти вот плюшки-шняшки отлично дополняют. То есть, ты можешь ещё потом сидеть там, догрызать. Или уже во время какого-нибудь там перехода, марш-броска, подкушивать шоколадку. Или же вот догоняться орешками. Смотрите. Здесь же есть два напитка. Это кофе и энергетический напиток этот. То есть, ну, одни положительные эмоции. Но цена в 1400 рублей, примерно, на данный момент, в конце 2017 года, завтрак, обед и ужин, это будет больше 4000. Ну, примерно приближен к МРЕ американскому. Как по составу, так и по цене. Хотя МРЕ, по-моему, ещё дороже. Так что, побаловаться рекомендую. Но за эти деньги, ребят, честно. Конечно, вот этих беспламенных разогревателей и мягкой упаковки такой не будет. Но вы соберёте себе отменный паёк на сутки, двое или трое за эти деньги. Поэтому оценка данного сухпайка в общем своём, в общей массе, твёрдая 4. С вами я прощаюсь. Все ссылки под видео в описании на ютубе. До новых видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Пока-пока. Встретимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok